привет привет дорогие друзья с вами и да я совсем недавно вернулась из грузии и решила сразу же снять обзор на новинки от шарлота тилбери которые ко мне вот пришли буквально пока я была на отдыхе это новинки палетка пилу talk dreams и пилу толк мути glow это хайлайтер которые вышли вот-вот буквально недавно плюс еще немножко расскажу вам об этом креме charlotte beautiful skin foundation этот крем выходил зимой тогда его не купила ну тут по хорошей цене он вдруг попал ко мне в руки я решила почему бы не купить не попробовать и хоть и запоздала но все-таки поделиться своим своим мнением об этом креме учитывая что я смотрела многих бьюти блогеров и мое мнение слегка отличается об этом креме от мнения их поэтому если вам интересно узнать о новинках и об этом креме милости прошу в мое видео не переключайтесь запуск потрясающей красоты продуктов вышел у шарлотты весной и когда я только увидела анонс я сразу же решила что данные продукты я хочу купить наверное не всю коллекцию на всю коллекцию меня денег все-таки бы не хватило но парочку предметов так точно выбор я свой остановила на хайлайтере именно на сухом и на палетке теней от шарлотты также в коллекции еще выходил мультик функциональный продукт для щек и губ но я кремовая румяна как-то так не особо жалую решила пока его не покупать стоил 38 евро и честно говоря отдать 38 евро за продукт которым скорее всего я пользоваться не буду меня как-то поддушила жаба еще выходили два кремовых хайлайтера а вот это уже продукты легендарная так сказать это обновленная легенда у шарлотты я думаю их очень быстро раскупят но мое финансовое положение не позволило мне купить два хайлайтера сразу поэтому от кремового я пока отказалась может быть если когда-нибудь где-нибудь на скидках я его найду я приобрету ну и также выходила еще тушь пилоту коричневая туши у меня очень много я не стала покупать тем более я не была уверена подойдет ли мне коричневая тушь вот ну и по моему помада еще ну помад у меня от шарлотты также хватает и не только от шарлотты поэтому я купила только два продукта палетку теней пилоток dreams luxury pellets это новинка это обновленная формула у меня нет оригинальной палеточки пилоток от шарлотты тилбери но вот эта палетка меня заинтересовала сразу же тем что она не рыжая вроде как на вид была на сайте я смотрела и если вы знаете оригинальная пилоток у нее есть такой один красноватый рыжеватый оттенок который в палетке вроде смотрится как розовый но на глазах очень сильно рыжит и делает внешность заплаканной я очень боялась что если я куплю куда-нибудь такую палетку она на мне будет смотреться как заплаканный глаз ну а глядя на это у меня таких ассоциаций не возникло вот плюс здесь нам обещали формулу как у фай роз если знаете не знаете фай роз это легендарная палетка шарлотты тилбери которую не купить которую несколько раз ристокали но она все равно была распродана это признается палетка лучше наверное либо одной из лучших у шарлотты в принципе именно из-за формулы что формула спарклов там очень отличается от стандартных формул шарлотты что она такая тягучая лоснящиеся и вроде как эта палетка должна быть такой же по формуле фай роз у меня палетки нет но я так подозреваю что она очень на нее похоже именно по формуле ну и не могла я конечно же мимо пройти от вот такого вот красивейшего хайлайтера внешне у классная упаковка напоминает мне star ауру и вторую палетку космик пел которую я продала вот оформление там было классно но космик пел палетка мне не очень понравилась она мне глаза делала заплаканными и не блестела прям так как мне хотелось а здесь в упаковке у такой сделан хайлайтер и посмотрите какая эта красота как только я увидел этот хайлайтер на аккаунте тренд бут я решила я его обязательно куплю и попробую мне очень хотелось вот такую вот красивую себе штучку заиметь сейчас я сделаю вот этот вот макияж расскажу вам первое впечатление о данных продуктах да и сделаем с вами сводчи потому что сегодня я красилась данными продуктами в первый раз ну за исключением тонального крема и я думаю вам вместе со мной вот будет интересно открыть все-таки качественные ли продукты вышли у шарлотты или нет посмотрите пожалуйста макияж я не думаю что он будет слишком длинным но а потом сделаем с вами сводчи и поговорим о продуктах и так начнем из тонального крема шарлотт beautiful skin foundation у меня оттенок у меня оттенок 3 cool fright немножко у меня кожа загорелая но в принципе он смотрится хорошо вот такой вот кремик уже несколько раз его использовала и поняла что на моей коже он на мою кожу он лучше всего ложится вот обычным мокрым спонжем лучше чем кисточка его наносить хотя я в принципе люблю больше наносить спонжем на лице у меня уже база в виде увлажняющего крема и давайте продемонстрирую как крем смотрится не знаю насколько хорошо передаст его камера iphone а но нужно было сказать хотя бы пару слов об этом креме раз я уже его купила то и в принципе свое очень ценное мнение я думаю что нужно высказать на камеру а вообще этот крем я его уже использовал как я сказала неоднократно он мне напоминает по своему действию корейские кремы вот биби всякие си си в том плане что покрытие у него не сильное не прикрыть перекрывает он прям мои недостатки в виде там каких-то прыщиков очень ярких там пятен он скорее имеет такое очень легкое покрытие для моей кожи но в отличие от корейских кремов почему-то он не очень хорошо воздействует на мою кожу когда я его ношу я потом буду еще это разбирать в обзоре в своем но сейчас скажу что в процессе носки за целый день моя кожа становится как будто какой-то немного пожеванной и каждая шелушинка которая на ней есть она становится концу дня еще больше видна чем была до нанесения в принципе тональника это не очень хорошая черта поэтому и крем это не стал моим любимым ну вот вы можете посмотреть то есть вот у меня такой яркий прям прыщик он и остался только немножечко побледнел ну и в принципе этот крем вот чуть улучшил текстуру моего лица может быть для какой-то такой нежной молодой кожи он бы подошел больше давно которые нету камена герб комедонов прыщей и всякой-всякой вот этой тырсы но для меня это неплохой легкий дневной крем когда нет ярких прыщей ярких каких-то изъянов для кожи и чего-то такого что вот нужно сильно закрыть ну а мне придется все вот это вот прикрывать консилером до пытаться как-то замазать чтобы это так сильно не сияло вовсю вот пожалуйста можете оценить действие этого крема на мою кожу напомню базу я не наложила только крем увлажняющий то есть легкое такое совсем покрытие не дающие прям никакого там вау эффекта на моей коже ну и плюс к вечеру подсушивается и так сейчас я быстренько нанесу консилер показывать вам вам этого не буду воспользуюсь своим любимым на сей день консилером от pet mcgrat закрою прыщик наложу как базу для глаз и скрою немножко мешки под глазами ну а потом вернусь протестируем с вами вот эту красивенькую палетку итак я нанесла консилер и сейчас будем наносить палетку будем наносить тени еще ни разу я не открывала их ну как открывала только посмотреть целый или нет посмотреть на красоту палетки а вот красится еще мира ни разу не красилась вот такая вот стандартная палеточка от шарлотты тилбери у нас имеется здесь как всегда дешманский пластик как всегда упаковка так не производит впечатление люксовости но здесь внутри зеркальце а вот тенью очень и очень красивая когда я увидела эту палетку в промо мне действительно захотелось ее купить и она мне очень понравилось тем более что из малышек из таких от шарлот у меня осталось только diamonds палетка спарклов и плюс еще в этой палетке анонсировали новую форму я не буду первым делом наносить там не карандаш не подводку ничего попробую сделать именно макияж вот этой палеточкой ну а потом уже если понадобится отчерчу стрелочку там либо черную либо коричневую здесь у нас имеется два матовых оттенка посветлее и потемнее и два спаркла спарклы здесь вроде как новой формулы я думаю что они будут напоминать длинную лимитку черненькую палетку от шарлотты эта палетка мне очень нравится это прям единственная палетка шарлотты которая сказала вау-вау хочу себя ставить ну вот и надеюсь здесь формула будет такая же ну давайте же наберем вот этот вот самый светлый матовый оттенок растушевочный и нанесем на глаз до оттенок очень пигментированный очень хорошо ложится на глаза прям посмотрите прям ярко так сияет я буду красить один глаз на камеру второй за кадром чтобы сэкономить время да и я думаю что здесь простой и быстрый макияж у нас получится очень и очень легко посмотрите как легко вытушевывается эта палетка чуть-чуть буквально тыкнула в палетку и оттенок очень виден на глазу такой кирпично-красный у нас оттеночек сейчас ну и второй глаз как я сказала за кадром сейчас накрашу и так накрасила за кадром честно говоря уже затемнять века не хочется потому что этот цвет просто у топ моих глазах очень он пигментированный но все-таки хочется попробовать все оттенки и более тонкой кисточкой я наношу более темный оттенок ой ну очень пигментированный посмотрите прям такой коричневый коричневый прям такой коричневый с сожжинкой с небольшой и также этот оттеночек буду наносить на нижнее веко коричневый немножко добавлю светленького подчерчу так и то же самое сделаю эту форму углублю глаза на втором глазу и так сделала я форму как видите осыпашки есть но я думаю что они легко уберутся давайте попробуем да я думаю немножко еще спонжем подотру и осыпашки уйдут но что пока могу сказать по вот этим двум матовым они очень и очень пигментированная прям вот тыкаешь и у тебя уже на глазах так прям ярко горит вроде палетка не пятнит если на камере немножко будет видно я еще и потушу и все это дело то что свет иногда играет и передает камера пятнами я это потом на монтаже и вижу но вот то что я вижу в зеркало палетка не пятнит и теперь буду носить вот эти вот спарклы они оба красиво смотрятся ну конечно же вот этот спаркл наверное король данной палетки давайте нанесу сначала его а потом светленьким буду подправлять посмотрите очень красивый до хромчик так на матовых раскрывается он как рыженький и надеюсь он будет на свету переливаться переносится очень хорошо прям лоснящийся такой спаркл на сухое веко я его наношу то есть я не ложила никакой клей для глиттера в первом впечатлении не хочу ложить клей для глиттера вот и посмотрите как он легко переносится просто вот на раз-два вы посмотрите как красиво становится да не опять таки же блестки этими не наносятся с проплешинами очень я думаю будет тянуться по руке этот спаркл когда будем делать сводчик конечно посмотрим но так мне очень нравится ну и во внутренний уголок наложу светленький спаркл чтобы ой как красиво опять же посмотрите как высветляет так и во внутренний уголок второго глаза также ну и теперь плоской кисточкой я буду все это дело подправлять в уголок глаза под наложу еще раз светлый спаркл и разнесу его и остальной оттенок я разнесу по глазу чтобы как бы подровнять ну и давайте на нижнее веко также в уголок глаза я нанесу светленький оттенок вот этот вот а на остальное нижнее веко нанесу более темный прошу прощения за мои ресницы обещаю снять к следующему видео как-то у меня вот не получилось к этому видео под снять и так принципе макияж закончен что мне хочется из карандаша из карандаша мне хочется только вот добавить вокруг глаза коричневую подводку да и сделать небольшую коричневую стрелочку который не будет яркой и кричащий да то есть мне не хочется нанести на этот макияж а такое черное и вот яркое до хочется что-то более нежное я сделаю стрелочку карандашом можете оценить осыпашки которых со спарклами стало очень много на моем лице сейчас подправлю где какие несовершенства нанесу карандаш нанесу макияж и вернусь чтобы потестировать с вами еще вот этот вот красивейший хайлайтер и так доделала макияж сейчас наносим вот этот вот хайлайтер хайлайтер посмотрите очень красивая упаковочка прям вот вау ну и внутри тоже у нас прямо красота красота матрасик такой я даже честно говоря не знаю как лучше для первого раза сделать либо смешать все вместе либо как-то потыкать отдельно наверное смешаю все вместе разлетается ну и давайте нанесем на щеки ну да хайлайтер яркий хайлайтер я так вижу немножко розовит сейчас буду смотреть чтобы не показывались никакие не подчеркивались неровности на коже несовершенства хотя обычно хайлайтером это свойственно так ну что вижу я я вижу что щеки стали очень перламутровыми поры подчеркиваются но не сильно ну и цвет мне нравится я думаю хочется наверное захочется мне еще протестировать отдельно не смешивая все вот эти вот цвета пока мне эффект нравится я еще буду присматриваться к своей коже эти небольшие поры но принципе их подчеркивают многие хайлайтеры это не такая так сказать новость для того что не такая новость что хайлайтер подчеркивает поры вот ну а перламутровое это сияние ну не совсем оно дневное я бы сказала скорее на вечер наверное ну либо наверное не стоит добавлять вот эту вот часть может быть стоит только часть более светлую добавить в принципе вот такой макияж у меня получился такое лицо накрашу губы также помадой от шарлотты тилберри какой-нибудь интересный ну и вернусь к вам поговорим в принципе о продуктах которые я сегодня протестировала ну вы посмотрели как продукты ложатся вместе со мной стали так называемыми первооткрывателями потому что на русском языке я не нашла еще обзоров не на палетку пилоток dreams не на хайлайтер пилоток мульти glow вот и какие же у меня сложились впечатления ну давайте я по быстренькому вам расскажу что я думаю о вот этом тональном креме чтобы уже не отвлекаться потом на него ну и потом перейдем непосредственно к продуктам когда я смотрела обзоры на вот этот крем они были так сказать немного разные но в принципе все сходились что крем очень даже неплохой очень даже хороший многим блогерам он подошел и они ну не сказать что прям были в диком восторге кто-то был кто-то небо но все сходились однозначно том что крем хороший лично я скорее осталось в негативном впечатлении от beautiful skin foundation почему потому что мне не понравилось как этот крем ведет меня себя на коже в течение дня то есть ну первое то что он не замазывает мою прыщи какие-то красные пятна какие-то несовершенства все-таки приходится прибегать к помощи консилера корректоров и плюс еще пудры там немножечко закреплять его да но это было бы пол беды мне не нравится что он сушит кожу концу дня когда я ношу этот тональный причем пудру я старалась наносить я слышала что может подсушивать я наносила буквально минимально чтобы немножко просто его закрепить так вот концу дня у меня постоянно кожа покрывалась какими-то шелушениями я так понимаю он просто подчеркивал мои естественное шелушение то есть не сказать что прям вот он мне кожу портил нет когда все смываешь ничего этого не оставалось но он не подчеркивает даже те шелушинки которых вот не при других тональных не видно не вообще без тональных не видно то есть кожа как будто от него концу дня становится хуже чем вот было до нанесения и мне это не нравится да то есть носится он неплохо он никуда не сползает не растекается тональный нормальный но у меня комбинированная кожа то то есть у меня лоб жирный но сможет немножко поджирниться но вот щеки вот это вся остальная часть принципе она такая суховатая на работе нормальная то есть я не скажу что у меня сухая кожа я не скажу что у меня супер жирная кожа нормальная у меня кожа вот за исключением лба лоб у меня жирный но я никогда не сужу о работе тональных по своему лбу я именно сужу о том как вот он ведет себя на шее и на лице так вот он подчеркивает даже те шелушинки которых у меня казалось бы нету и мне это абсолютно не нравится советовать ли этот тональный я не пробовала другие тональные от шарлотты но честно говоря какой-нибудь дюр или даже какой-нибудь дюр нейчур ньют либо даже вот 8 пептидов мне нравится гораздо больше чем вот этот вот дорогущий крем от шарлотты а стоит он 43 евро на официальном сайте я конечно же буду им пользоваться буду его еще тестировать может быть я его полюблю может быть летом он не будет так подсушивать кожу но пока я не в восторге и бы если будете покупать то на свой страх и риск многие блогеры его хвалили может быть у них кожа другая может я какая-то криворукая наношу его не так но мне кажется как-то не нанеси тональный крем если он тебя подчеркивает шелушение то явно что-то вот в сочетании твоя кожа плюс тональный наверное что-то не то в любом случае будьте готовы к тому что этот крем может подсушить лицо ну и покрытие у него такой легкой может быть у кого-то будет легкосреднее покрытие он не замажет вам все несовершенства он просто сделает вашу кожу свежей готовы ли вы отдать 43 бакс 43 евро на такой крем это уже решать вам дальше давайте по нарастающей поговорим о хайлайтере хайлайтер поначалу мне показалось подчеркнул немножко текстуру моих щек но потом я присмотрелась принципе ведет он себя также как и хайлайтер например из вот этой вот двушки скульптор хайлайтер от шарлотты только здесь он более нежный более такой нюдовый а здесь я напомню я смешивала все четыре цвета здесь он такой очень очень яркий можете еще раз оценить вот этот хайлайтер посмотрите как он переливается как он красиво смотрится такой матрасик я смешала 4 цвета может быть можно смешать или по одному цвету как того делать давайте сводчи сделаю по одному сначала цвету а потом сделаю смешанный вам сводч посмотрите как он смотрится красиво на руке сейчас сделаю вам сводч ой как он переносится отлично хайлайтер очень яркий и когда смешиваешь все четыре цвета сейчас смешаю то создается впечатление будто бы он такой очень очень уходит разовязну посмотрите посмотрите пожалуйста вот этот вот цвет это смешаны все четыре цвета ну и здесь вот по отдельности я так понимаю можно использовать этот матрасик как по отдельности так и все вместе в зависимости от вашего подтона кожи от вашего желания да и желания яркости ну как по мне хайлайтер очень яркий смотрится очень так прям вырвиглазно на коже и ну поры так сказать любой хайлайтер подчеркивает поры в той или иной степени очень редко какой-то хайлайтер я видела чтобы вот пор не было видно из-за того что они яркие они все вам чуть-чуть подчеркнут этот я бы сказала так что-то от легкого к среднему опять-таки же подчеркивай в плане подчеркивания не то чтобы он прям не сделал бугры на лице но и что-то видно стало до меня не настолько пористая кожа что вот я вот видела такие прям бугорки но вот они есть но из-за красивенной упаковки из-за яркости этот хайлайтер я точно буду оставлять себе буду активно его тестировать буду я думаю что буду его еще не раз демонстрировать своих роликах да это первое впечатление поношу его в разных местах в разных случаях на в разное время и расскажу вам когда-нибудь свое окончательное решение по данному продукту но пока хайлайтер мне очень нравится ну и последнее самое интересное наверное это палетка пилоток dreams luxury palette ну давайте начнем с технических характеристик как всегда очень пластиковая очень дешманская упаковка у шарлотты для меня это уже не новость но честно говоря хотелось бы чтобы они вот эту упаковку вот такой вот сделали то есть хайлайтер кстати дешманским не выглядит за счет вот этой вот красивенной подачи палетка стандартная как и любая другая палетка шарлотты внутри четыре рефила в данном случае у нас два матовых и два шиммера два спаркла значит всего здесь 6 грамм получается по полтора грамма на каждый рефильчик и стоимость данной палетки 53 евро на официальном сайте шарлотты но думаю на других сайтах типа купил си там бьюти лишь бьюти бэй на бьюти бы нет шарлотты на других сайтах я думаю что будет варьироваться цена да будут какие-то скидки вот и можно будет возможно даже дешевле купить данную палеточку если вообще можно и сейчас будет купить для нас ну и упаковочка такая типично розовая пилоток кстати сегодня использовал румяна также пилоток посмотрите в такой же упаковке нравится мне румяна очень нежная очень спокойная так вот возвращаясь к палетке здесь у нас 4 рефила два матовых и два шиммера когда я красилась этими тенями формула мне очень-очень напоминала вот эту вот лимитку от шарлотты тилбери новогоднюю лимитку именно потому как тени наносятся когда я сделала макияж мне показалось что я накрасилась вот этой палеткой я уже делала достаточно макияжа вот этой вот оси осенне-зимней лимиткой да посмотрите пожалуйста цветовую растяжку и вот такой же макияж у меня получался вот этой вот подборкой с добавлением вот этого вот цвета то есть как мне кажется имея вот эту вот палетку покупать пилоток dreams не обязательно посмотрите пожалуйста я думаю что вот этими вот цветами вы спокойно можете себе сделать вот такой же макияж макияжа напомню использовала все четыре цвета давайте сейчас сделаю сводчи этой палеточки так и потом добавлю свой чистой палетки вот мы именно сравним формулу и сравним цветовое решение посмотрите как хорошо тянутся вот эти два sparklet и ногтем немножко проскородила посмотрите они вот бесконечно точно так же как из лимитки из большой палетки очень яркие очень насыщенные очень лоснящиеся масляные хорошо переносящиеся спарклы то есть буквально пальцем мазанули и у вас уже все тени с пальца перешли на веки и два оттенка матовых матовые типичные матовые шарлотты вот пожалуйста ой под ногти залезла извиняюсь типичная матовые хар шарлотты хорошо переносятся хорошо тушуются посмотрите опять таки же тянутся очень сильно вот посмотрите не пятнят хорошо ложатся хорошо закладывают форму единственное что тени очень темная то есть даже вот этот светлый оттенок он прям очень сильно мне так ярко нарисовал форму и хотелось бы какого-нибудь цвета более светленького для растушевки не уверена что вот на камере у меня будет даже растушевка хорошо смотреться потому что мы прям очень яркие цвета посмотрите очень сильно тянутся очень лоснятся и что касается формулы если fire rose было именно такой то я понимаю почему она самая популярная палетка у шарлотты такие спарклы не запекаются я знаю по этой палетке знаю по отзывам эта палетка у вас не запечется не нужно будет скотчем снимать и очень хорошо легко переносятся ну давайте я сделаю какие-нибудь рядом с вочи из вот этой вот палетки давайте сделаю шиммеры чтобы показать вам вот они насколько близкие по цветам сделала три сводча посмотрите также тянутся вот эти вот спарклы вот из ногтей не до конца вот и посмотрите очень вот эти спарклы похоже на вот эти и также матовые оттенки вот один вам сделаю сводчик примерно они мне кажется может быть даже и разрабатывались в одно время вот пожалуйста матовый да опять таки же он сильно тянется и очень легко переносится да вот эти матовые 2 похоже тут немножко конечно посветлее но я думаю на глазу разницу не очень будет видно то есть вот это вот то что я вам хотела сказать формула у вот этих вот двух палеток я думаю одна и та же сделаны они по одному лекалу и цветовое решение также очень похоже здесь конечно же палетку более разнообразная поэтому если у вас вот эта палетка есть нужно задуматься нужно ли вам вот это вот новинка нужно ли тратить 53 евро вот еще вы сможете полюбоваться цвета очень близкие как будто с одной палетки делала растяжку с вочи но если разбирать эту палеточку в отдельности от этой лимитки допустим такой лимитки у вас нет советую ли я ее покупки до палетка классная палетка очень хорошего качества очень легко переносятся матовые не пятнят очень легко переносятся шиммеры шиммеры масляные я-то думаю скатываться они они не будут потому что я носила вот эту палетку и ничего у меня не скатывается хотя веки текстурная и имеют свойство к скатыванию теней цвета ну смотрите сами как по мне мне нравится мой макияж он получился ярким он получился так ли таким яркий ярко-нюдовым да то есть можно и дневной макияж себе такое сделать и на вечер получится ли у вас много вариаций с этой палеткой вот здесь уже вопрос думаю что нет можно например использовать только один шиммер из палетки до либо один из матовых но так чтобы прям сильно ваши макияжи друг от друга отличались я думаю нет тут максимум полтора-два макияжа у с разных получится вот ну стоит ли тогда покупать палетку за 53 доллара которую можно с которой можно сделать только один тире полтора макияжа вопрос спорно учитывая что вот эта палетка лимитка стоило 88 долларов да и здесь у нас целых 12 цветов вот здесь у вас много разных макияжей получится точно да и зеленые есть и такие розоватые и коричневые то здесь макияжей будет много разных здесь же палетка одного-двух макияжей да и не настолько она будет выгодно как лимитка но эти лимитки уже практически нигде не достать поэтому если вы жалели что вот упустили новогоднюю лимитку от шарлотты задумайтесь над покупкой пилоток dream dreams я думаю что она вам ее в некотором роде заменит я не имею никаких палеток типа пилоток чтобы сразу вам показать сравнение но пилота как по мне оригинальная она уже немного морально устарела там более сухие спарклы она немножко краснит глаза делает их и заплаканными это же палетка мои глаза заплаканными не сделала это вот красивая люксовая палетка с красивым сочетанием цветовым вот поэтому покупкой я довольна не знаю буду ли я оставлять ее себе учитывая что у меня есть вот это вот лимитка покрашусь еще накрашусь подумаю и может быть ее расхламлю но не потому что она плохая а потому что мне не нужны две почти одинаковые палетки да вот эта палетка думаю мне заместит многое но покупать ли вам опять-таки же если нет лимитки я думаю что стоит ну как вам новинки от шарлотты тилбери что вы думаете по поводу моего обзора пишите пожалуйста в комментарии подписывайтесь пожалуйста на канал думаю что у нас еще будет много чего интересного и буду стараться по мере вот возможности доставать для вас какие-то новинки но пока 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 и и и